Сегодня самый холодный день зимы. Сколько еще будем мерзнуть? Увольнение Михаила Шубского. Министр культур наконец прокомментировала скандальную отставку, а подписавшие петицию в защиту руководителей театров теперь не дают интервью. А вот амнистированный коммунальщик Олег Гончаров снова нашел работу по специальности, где красноярцы могут смыть грехи в святой праздник крещения и рассказ о крещенских традициях лично от митрополита. Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Сейчас обо всем подробно. 20 дней под черным небом. В Красноярске в седьмой раз с начала года продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщают специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вредные примеси не будут рассеиваться в воздухе до 7 вечера 20 января. Но судя по прогнозу гидрометцентра, режим черного неба могут снова продлить. Безветренная погода продержится как минимум до конца недели. Напомню, впервые в этом году режим неблагоприятных метеоусловий был введен 1 января. С 11 по 14 января ему была присвоена вторая степень опасности. Рекорды ставят и погода. Этой ночью температура опускалась до отметки минус 40 градусов. Красноярцы не завели машины, многие опоздали на работу. Кому-то проблемы, а кому-то прибыль. О самом холодном дне этого года. Репортаж Дарьи Тарасенко. Пять минут в теплой квартире вылились в тысячу рублей. Анатолий Ярусов признается, сам виноват. Рано утром нужно было прогазовать машину, но пенсионер не захотел морозиться. В итоге заморозил автомобиль. Раза три-четыре завел ее, если пять. Потом надо идти обязательно прогазовать. Вот я не успел прогазовать, не пошел. И все, и перехватило у меня. Чтобы реанимировать автомобиль, пришлось вызывать специальную зимнюю скорую помощь. Сначала отогрели двигатель, потом выхлопную систему. Вся процедура занимает примерно час. Стоит услуга от 800 рублей до полутора тысяч. Все зависит от размеров машины и, так сказать, степени обмороженности четырехколесного клиента. Все нормально. А ведь есть и бесплатный, а главное, надежный способ завести с утра автомобиль. Чтобы не гонять, лучше аккумулятор занести в дом, чтобы он отошел. И не заливать ее. Когда сильно крутится, знаешь, машина будет залита. Это уже, конечно, промерзшая. То есть только греть ее. Либо в бокс, либо таким способом. Но, как это обычно бывает, зима пришла неожиданно. Сотни автомобилей остались во дворах, а красноярцы оборвали телефоны такси. Машины приходило ждать минут по 40, а то и больше. За час операторы всех фирм приняли около 16 тысяч заявок. Это в 8 раз больше, чем обычно, и раза в 2 больше, чем в Новый год. В фирмах такси, говорят, цены не повышали. В среднем рублей 30-50 дороже. Но это час пик. Это все каждые будние дни, вечерний и утрешний. Если бы такая погода была в Новый год, то очень много бы людей заработало. Поэтому здесь как бы и плюсы со своей стороны, и минусы. Такая погода плюс еще и для школьников и детсадовцев. Морозы – законное основание остаться дома в теплой постели. Холоднее минус 32-х можно не водить в школу младшеклассников. Минус 35-е ниже могут не посещать занятия и старшеклассники. Сегодня, говорят в управлении образования, прогулять школу безо всяких последствий решили больше половины учеников. Школа все равно работает. Дети, если кто-то не может остаться дома по причине того, что родители, допустим, работают и не могут ребенка оставить дома, то дети могут приходить в школу. Все учителя на месте. Но во время образовательного процесса просто новый материал не проходит. Не проходят дети, а они повторяют или пройденный материал, или будут организованы какие-то развивающие мероприятия и так далее. Но, похоже, оправдаться холодами у школьников уже завтра не получится, а бизнесмены вернутся к обычным будням. По прогнозам синоптиков, сегодняшняя ночь и сегодняшний день были самыми холодными в этом году. Сейчас минус 29, но уже завтра потеплеет до минус 17, по крайней мере, так обещают. А к выходным вообще столбик термометра поднимется до отметки минус 9 градусов. Но обо всем поподробнее расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев в третьей части выпуска. Не переключайте. Дарья Тарасенко, Станислав Салтыков. Новости ТВК. Красноярские окончательно определились со списком мест для крещенских купаний. Официально на водоеме будут санкционировать три проруби. Все они будут расположены в центральном районе. Главное место для купаний появится на набережной Енисея за центральным парком. Правда, привычной проруби здесь не будет. Вместо Иордани установят купель. Еще одно место для крещенского купания будет в районе адреса Дубровинского, 114. Это 300 метров ниже железнодорожного моста. На острове отдыха в клубе закаливания Криофил также организуют прорубь. Соорудят в Красноярске и искусственную Иордань прямо на территории храма Рождества Христова на Ощерса, 44А. Для тех, кто боится морозов, но все же хочет окунуться в освященную воду, сделают купель прямо в храме Михаила Архангела по адресу улица Елены Стасовой, 20. Еще одну прорубь для крещенских купаний организуют в Емельяновском комплексе отдыха. Завтра в 12 часов митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон осветит Иордань на озере. Во всех местах для купания будут дежурить сотрудники полиции и МЧС. У купели на Дубровинского будет работать и бригада врачей. Культура людей возрастает, и они понимают, что это все-таки божественный праздник. И в связи с чем, как вот эти вот у нас, скажем так, проявления в виде злоупотребления алкоголем, они сходят на нет. За купание в запрещенных местах красноярцев будут штрафовать на сумму до 1000 рублей. Планируется, что окунуться в воду во время крещенских праздников придут около 3000 красноярцев. Отмечу, что сотрудники полиции и МЧС будут дежурить не только в местах официальных для купания, но и в тех, где красноярцы чаще всего собираются, чтобы окунуться в воду. О крещенских традициях и правилах использования освещенной воды продолжим говорить сегодня в программе «После новостей». В 20.30 смотрите на ТВК интервью с митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном. И к другим темам. Дом на Мичурино 5А, где произошел взрыв бытового газа, начали ремонтировать. Восстановительные работы проводят в пяти квартирах, которые сейчас являются непригодными для проживания. Специалисты заверяют, что после ремонта пятиэтажка станет абсолютно безопасна для жизни. В ходе аварийно-восстановительных работ усилят межэтажные перекрытия, восстановят межквартирные и межкомнатные перегородки и выход на чердак. Отремонтируют межпанельные швы. Чтобы исключить деформацию здания, подвал многоэтажки забетонируют. На ремонт дома придется потратить 6 миллионов 300 тысяч рублей. Напомню, взрыв газа на Мичурино произошел 28 декабря прошлого года. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, по-прежнему находится в ожоговом центре. Миллион зажульничества. Коммунальщики заплатят штраф за ложный отчет об уборке улиц. Оказалось, что в ряде случаев специалисты отчитывались перед мэрией о выполнении своих работ по уборке городских территорий, но по факту ее не выполняли. Улицы оставались неочищенными от снега. Факты нарушения обнаружились после выездной инспекции главы города. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители муниципального казенного учреждения управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также сотрудники отдела технического надзора управления. К трем подрядным организациям, которые не выполнили свои работы, предъявлены штрафные санкции от 1 миллиона рублей. Бывший руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Олега Гончарова, осужденного за падение стены на проспекте Свободный 2 августа 2013 года, назначили руководителем управляющей компании Красжилсервис. И сегодня его первый рабочий день. Олег Гончаров осваивается в кабинете и знакомится с коллективом. Он рассказал, на эту должность его пригласила генеральный директор городской управляющей компании «Жилфонд» Наталья Жавнова. Раньше она была его завестителем. Сама Жавнова объяснила свое решение большим опытом работы Олега Гончарова в сфере ЖКХ. Новоиспеченный руководитель управляющей компании сегодня заявил, сделает все возможное, чтобы финансовая деятельность организации стала более прозрачной. Достаточно продолжительный период времени в 90-х годах. Я работал на аналогичной должности, поэтому для меня это все известно, оно понятно. Я не рассматриваю это как понижение или повышение. Это просто другая работа. Был неприятный период времени, на котором поставили точку сейчас. Для, по крайней мере, карьеры для моей я могу работать. Для меня не изменилось направление, что это сфера жилищно-коммунального хозяйства, это взаимоотношения с людьми. И то намерение, с которым я пришел и в администрацию, и сюда, это помогать людям, улучшать их социальное положение. Все же начинается с самого утра, с дома, с квартиры, с подъезда, с лифта. Все это мне знакомо. И надеюсь, что период работы здесь, он только принесет пользу для жителей города. Напомню, за обрушение подпорной стены, под завалами которой погибли два человека, Олега Гончарова приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Затем изменили наказание на 5 лет колонии-поселения. И амнистировали экс-руководителя департамента городского хозяйства. По сути, амнистия сняла с Гончарова уголовное наказание. Но решением суда он остался недоволен и готовит кассационную жалобу. Через 40 секунд в новостях ТВК расскажем, почему в Красноярске перестали работать камеры видеофиксации. И что больше всего беспокоит россиян. Результаты опроса Левада-центра. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Решение принято. Контракт будет расторгнут. Администрация города отказалась от услуг владельца второго маршрута, под колесами которого на прошлой неделе погибла молодая женщина. ЧП произошло утром 15 января. Пассажирка поскользнулась, когда заходила в салон, а водитель почему-то начал движение при открытых дверях. Женщина выпала и попала прямо под задние колеса автобуса. От полученных травм она скончалась на месте. После ЧП руководитель департамента транспорта заявлял, что расторгнуть контракт с перевозчиком уже пытались, но нет замены. Сейчас позиция изменилась. Перевозчик будет возить пассажиров только до 31 января. И все это время будет идти прием заявлений от других компаний на обслуживание маршрута номер 2. Краевой бюджет теряет десятки миллионов рублей, а ГИБДД контроль над водителями. С 20 декабря на дорогах всего Красноярского края перестали работать камеры фото и видеофиксации нарушений. И не заработают они еще минимум месяц. Просто у подрядчика закончился годовой контракт на их обслуживание. Заключить новый вовремя они не успевают. Причем уже четвертый год подряд. Бюджет Красноярского края был принят в начале декабря, если мне память не изменяет. После чего была принята на новый период под программа, по которой финансируются камеры наблюдения. Соответственно, только после этого мы могли выходить на процедуру торгов. Почему не смогли запустить процедуру торгов именно в обед 31 декабря, не уточняется. И, как говорят общественники, это не единственный вопрос к организаторам неудавшегося аукциона. Сейчас в отношении него идет проверка Федеральной антимонопольной службы. Назвать точную дату, когда новый контракт будет подписан, не может никто. Пока полсотни участков, нарушения ПДД, на которых часто просто опасны, остаются без контроля. Когда те же сотрудники ГИБДД в первую очередь говорят о безопасности жизни на дорогах, они в первую очередь говорят, что жизнь человека несоизмерима. С какими-то собственными амбициями, собственными пожеланиями. Хочу до конца года протяну с запуском торги. Сотрудники ГИБДД пока вынуждены перейти на усиленный режим работы. По местам, оставшимся без контроля, усиленно дежурят патрули. Кроме того, уже ведется скрытое наблюдение. А часть нарушений, зафиксированных пока недееспособными камерами, все равно дойдут до адресатов. Несмотря на то, что в какой-то момент контракт не заключен, но если завтра случится, что его все-таки подпишут, согласуют. И дело в том, что по закону все административные порушения, зафиксированные комплексами, могут обрабатываться в течение двух недель, чтобы это не было неожиданностью. Грудного ребенка не могли довезти до больницы из-за правительственного кортежа. В Москве начата проверка после публикации вот этого видеоролика. Его снимает мужчина, который вместе с еще десятком машин и каретой скорой помощи останавливается на МКАДе по требованию сотрудника ГИБДД. В ожидании кортежа из десяти машин тот не пропускает дальше даже врачей скорой, хотя у машины медиков включены проблесковые маячки и работает звуковой сигнал. Общественники выяснили, из тех, ради кого дорожная полиция имеет право перекрывать движение, в этом месте в это время мог оказаться Дмитрий Медведев. Предположительно, он спешил в резиденцию Владимира Путина в Новоогорёво. Красноярский депутат Константин Сенченко запустил целую волну в интернете, волну недовольства главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Один из депутатов ЗАГСобрания Санкт-Петербурга сегодня заявил, что подготовил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить на экстремизм высказывания главы Чечни о представителях внесистемной оппозиции, как врагах народа, сообщает коммерсант. Одновременно с этим спикер Чеченского парламента опубликовал пост в Инстаграм, полный недвусмысленного символизма. На фотографии изображен Кадыров ель, сдерживающий овчарку по имени Тарзан. Цитирую комментарий председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, члена партии «Единая Россия». Быстро распознает лицемеров, а шакалов, тявкающих где-то очень далеко, игнорируют, потому что на равных выходит только на поединок с волками. Есть у нас серьезные кобели, из-за которых у миролюбивого Тарзана сильно чешутся клыки. Это, к примеру, пекинес-каляпа, защищающий права тех, кого подскажут питбули. Таксовеня со звонкой и брехливой глоткой и громким эхо, московский беспородный пес Панамарь, обитающий в мусорном ящике недалеко от Госдумы РФ, создающий дискомфорт своим зловонием в самом центре нашей столицы. Яшка-дворняшка. В общем, наш друг этих кобелей не любит, главным образом от того, что они ему сильно напоминают блудливых суп. Конец цитаты. Упомянутые Даудовым клички созвучны фамилиям известных правозащитников, журналиста и политика. К другим темам. Нефть упала в цене до рекордных отметок. Вслед за ней минимум с декабря 2014 года обновил и рубль. Таковы итоги первых дней работы рынков после отмены санкций в отношении Ирана. На торгах цена нефти марки Brent опустилась до уровня 27 долларов за баррель. Ряд аналитиков уже предрекают падение стоимости до 20 долларов. Напомню, годовой бюджет нашей страны рассчитан исходя из стоимости в 50 долларов. К каким курсам валюты это привело, расскажем в конце нашего выпуска. Порядка в стране уже не просят и беспокоятся за собственную, в том числе экономическую безопасность. Левада-центр провел опросы в 48 регионах страны. Социологи интересовались у россиян. Какие проблемы страны их сейчас беспокоят? Результат сравнивали с ответами, которые люди давали в конце 99 года, за месяц до передачи Борисом Ельциным поста президента России Владимиру Путину. Итак, в декабре 2015 года больше половины россиян беспокоились, выплатят ли им вовремя зарплаты и пенсии и не исчезнут ли социальные гарантии. Согласно анкете 99 года о зарплатах и пенсиях думали лишь 48% опрошенных, о социальных гарантиях и того меньше, 34%. Зато 16 лет назад 52% людей переживали за порядок в стране, а 56% респондентов волновала преступность. Согласно опросам этого года о порядке в стране думает только треть россиян, а о борьбе с преступностью лишь 26 человек из 100. Красноярцы мнение социологов разделяют, но не во всем. Наверное, скорее всего так, потому что, я не знаю, сейчас почему это важнее, да, все думают о деньгах и о каких-то таких вещах материальных. Социологи говорят, что раньше, там, конец 90-х, людей волновал порядок в стране, чтобы преступности не было. Нет, сейчас это, это сейчас не, не это, не волнует. Не волнует? Нужно зарплату вовремя. Не будет денег, будет и преступность. Без этого, конечно. В первую очередь, безопасность, суверенитет. Послушайте, что говорит сейчас молодежь. Я с ней работаю 40 лет. И молодежь очень патриотична. Чтобы Россия все-таки не была сегодня в таком вот критическом положении, чтобы нас экономические кризисы не касались. Как можно это соизмерять? Скажите, пожалуйста, без денег же можно жить? Конечно, важно, чтобы все вовремя и зарплата была, и преступности не было. И сегодня в 20.45 мы готовы услышать вас и узнать, что волнует больше всего наших зрителей. Зарплаты, пенсии, социальные гарантии, безопасность или, к примеру, свобода слова. Ждем ваши комментарии по телефону 265-45-00. И также можно отправлять сообщение на номер 90-20. Напомню, вначале нужно сделать пометку ТВК, затем пробел и написать свой текст. В другой теме Михаил Шубский должен уйти, заявила сегодня краевой министр культуры Елена Мироненко. Официально озвученная претензия одна, преклонный, по мнению чиновницы, возраст. Человека, который создал с нуля Красноярский музейный центр в самое непростое для страны время и на протяжении 25 лет делал его привлекательным для творчества, в буквальном смысле попросили. И замену уже подыскали. Репортаж Василиса Лукашевич. Я, конечно, грустная история. Как бы это ж можно было не выносить. Я вообще противник выносить ссоры из избы. Бессменно из 91-го года директор музейного центра рассказывает. Министр прямо ему заявила, через две недели в его кресле должен появиться другой человек. Но согласия Михаил Павлович не давал. За себя, говорит, спокоен. Волнует, что будет самим Красноярским центром современного искусства. Например, по словам Шубского, Министерству культуры не нравится одна из первых экспозиций, посвященная погибшим в Афгане и Чечне красноярским солдатам. Мол, не место здесь для подобной печальной памяти. Зачем нам вот эти все, так сказать, вот эта вся, если можно сказать, фигня, когда можно просто жить спокойно, не отвечая, не заботясь о никаких проблемах современных, вопросах. А просто вот быть культурным учреждением. Ну, мне кажется, это очень сложно, особенно с этим зданием. В поддержку Шубского выступил весь коллектив музея, 130 человек. Людмила Георгиевна трудится техничкой в культурном центре уже 15 лет. Здесь познакомилась с будущим мужем, охранником. При общении с сотрудниками видно, любовь к начальнику безгранична. Я вот уже 15 лет с этим человеком, как говорится, почти каждый день общаюсь. Ну, вы знаете, таких очень мало. Таких очень мало руководителей. Вот. Он настолько на своем месте. Так лаконично у нас уже кандидатура есть. Вы, пожалуйста, уходите. Я думаю, тут совершенно даже дело, если, может, многие говорят, и в возрасте и прочее, тут совершенно дело не в возрасте. Шубского поддержали и за пределами музея. Опубликована петиция, которую подписали уже более тысячи человек. Театральные критики федерального уровня, руководители других музеев и театров. Я думаю, что он в своем деле академик. Понимаете, таких людей крайне мало. Не только в краях, в России крайне мало таких людей. Вот. Вот только в этом отношении я могу его поддержать всячески, что я с ним рядом всячески его поддерживаю. Вот. И как-то переживаю о его судьбе. А вот мне непонятны мотивы. Но не вся интеллигенция бросилась на защиту. Например, руководство театра Пушкина отказалось комментировать эту ситуацию. Начальство театра юного зрителя тоже весь день было недоступно для диалога. Видимо, никто не хочет лишних проблем. Позиция министерства категорична. Да, действительно, процесс запущен. В пятницу у нас с Михаилом Павловичем состоялась рабочая личная встреча, в ходе которой Михаил Павлович озвучил, что давно готов к уходу. На данный момент мы рассматриваем варианты кандидатур. И бесспорно хотелось бы отметить, что Михаил Павлович Шубский является высоким профессионалом своего дела. Но нужно учитывать, что ему исполнилось уже 65 лет. И обновление кадрового состава является абсолютно нормальным явлением для, в общем-то, мировой музейной практики. Следуя логике министра культуры, через 4 года должен будет покинуть свой пост директор Нью-Йоркского музея современного искусства. Ему уже 61. То же самое касается его ровесника, руководителя Национального центра искусства и культуры Помпиду в Париже. А начальнику лондонского музея Тейт Модерн следовало сделать это еще 4 года назад. Ему аж 69. Но эти мужчины продолжают плодотворно работать. А с Красноярским музейным центром все будет хорошо, заверила Мироненко. Василий Сулкашевич, Владимир Антонов, Сергей Березовский. Новости ТВК. Через 1 минуту и 45 секунд в новостях ТВК тест на морозоустойчивость. Прогноз погоды от специалиста гидрометцентра в прямом эфире. И в канун крещения в студии программы «После новостей» митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Не пропустите. Мы продолжаем выпуск и прямо сейчас о том, что вы увидите в новостях ТВК на этой неделе. Во вторник в проекте «Экология. Чем мы дышали во время режима черного неба второй степени опасности?» В среду проверка в школе номер 2. Юлия Мавшевич выясняла, что же мешает образовательному процессу. В четверг в проекте «За чертой. История человека, который не по своей вине оказался за чертой бедности». В пятницу прогнозы МЧС. Информация о личной безопасности, которая касается каждого. МЧС. Напомню, вначале нужно сделать пометку ТВК. Какой будет погода на этой неделе и когда придет уже долгожданное тепло, расскажет специалист гидрометеоцентра Иван Гордеев. Он возле метеостанции на крыше телекомпании. Добрый вечер. Иван, сегодня с утра термометры показывали минус 37. Это норма для сибирской зимы? Мы уже забыли про морозы? Добрый вечер. Нет, конечно же, это не норма. Про минус 37 тут можно поспорить, потому что город у нас большой, много районов, различные физико-географические условия. Где-то наблюдалось и минус 35. В центре, допустим, было минус 32. Но так или иначе, в ближайшее время этот обширный малоподвижный антициклон над всей территорией Сибири сохранится. И в городе продолжится маловетренная морозная погода без существенных осадков. Температура воздуха местами по востоку и по северу центральных районов сегодня ночью отпускалась до минус 44 градусов. Вторник и среда по температурному режиму ожидаются близкими к сегодняшнему дню. В ночные часы температура воздуха будет колебаться около минус 33 градусов. Но в дневное время несколько теплее, до минус 26. В дальнейшем с четверга антициклон сместится несколько на юго-восток, пропуская по нашей территории теплый атмосферный фронт. И вот в четверг с этим фронтом связано небольшое потепление до минус 22 градусов. Однако значительное усиление ветра пока не просматривается. С пятницы все такой же слабый ветер сменит направление на западное. Потепление усилится. В пятницу ожидается до минус 13, но на выходных в дневные часы предварительно ожидается прогрев до минус 10 и небольшой снег. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Спасибо, Иван. Специалист гидрометцентра Иван Гордеев рассказал нам о том, что же будет с погодой в Красноярске. В ближайшую неделю мы продолжаем выпуск. Где пройдут строительные выставки и как можно выиграть путевку в лагерь Артек, расскажем в рубрике «Потребительские новости». Огнеупорные окна, самоочищающиеся фасады, экологически безопасные дома и широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Завтра в Красноярске стартует масштабная выставка строительства и архитектура. Здесь можно ознакомиться с современными технологиями возведения зданий, дорог и других объектов. Ожидается около 300 компаний-участников, как российских, так и зарубежных. На выставке будет предложена жилая и коммерческая недвижимость от застройщиков города, а также от юга России. Впервые здесь состоится международный лекторий с мастер-классами от десятка профессиональных успешных архитекторов России и зарубежья. В деловой программе обсудят актуальные в регионе вопросы ЖКХ и строительной отрасли. Одновременно пройдет специализированная выставка строительной, складской и дорожной техники «Техстрой-эксподороги». Мероприятия стартуют 19 января в экспоцентре «Сибирь» и завершатся 22 числа. Юным красноярцам предлагают выиграть путевки в лагеря на Черноморском побережье и на берегу Тихого океана. 240 путевок на зимние и весенние смены 2016 года в детские центры «Артек», «Орленок» и «Океан» готовы разыграть среди жителей края от 10 до 17 лет. Жюри будет оценивать успехи в учебе, активное участие в общественной жизни, а также в сферах культуры, искусства, науки и спорта. Для того, чтобы принять участие, необходимо выбрать лагерь и смену, заполнить заявку и отправить ее до 2 февраля на адрес оргкомитета. Он сейчас на экране. Подробная информация размещена на Краевом молодежном портале. Там же опубликуют и итоги конкурса 10 февраля. Экология слова Галины Шленской наконец увидела свет. В Красноярске состоялась презентация книги о жизни и творчестве известного красноярского литературоведа Галины Максимовны Шленской. Издание представили в Красноярской краевой библиотеке. Том разделен на две части. В первой собраны работы разных лет профессора Шленской, которые посвящены сибирской литературе Виктору Оставьеву и другим известным писателям нашего края. Вторая часть книги посвящена ее воспоминаниям об учениках и коллегах. Почитать книгу можно в библиотеках города и края. Кроме этого, ее можно и купить в магазине Бакин. Эта книга будет интересна очень широкому кругу читателей, поскольку является необыкновенно мощным духовным и нравственным зарядом для многих сегодня, в том числе и для молодых людей, конечно. В Сибири произошло два землетрясения за неделю. По информации Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья, в ночь на 9 января в Шушенском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2. По информации специалистов, пострадавших и разрушений не было благодаря тому, что эпицентр находился далеко от населенных пунктов в горной местности. Напомним, 4 января подземные толчки ощущались в Хакасии. На выходных пользователи сети обсуждали видео, на котором запечатлено избиение 16-летней сироты. Инцидент произошел в Ульяновской области. Студенты местного технологического техникума сняли на видео издевательство над своей сокурсницей. Студентку несколько минут избивали руками и ногами на полу. По одной из версий, причиной конфликта стало наличие в шее у пострадавшей. Однако на медосмотре педикулеза у девушки обнаружено не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Подробности на сайте tvk6.ru. А вот красноярских интернет-пользователей возмутил случай на городской автозаправке. По информации очевидцев, водитель автобуса избил пенсионера за то, что тот якобы долго не мог заправить свой автомобиль. После удара мужчина долго лежал в снегу, пока не приехала скорая помощь. По информации полицейских, по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационные вещания. И пришло время общения со зрителями. Я напомню, что сегодня обсуждаем, что же в настоящий момент вас беспокоит. Напомню, сегодня в выпуске мы рассказывали о результатах опросов Левада-центра, которые были проведены в 48 регионах страны. И результаты этих опросов сравнивали с результатами 1999 года, когда у власти был еще Борис Ельцин. И результаты эти очень разнятся. Если раньше люди больше беспокоились из-за преступности, то теперь их волнует личная экономическая безопасность, а именно, чтобы вовремя выплачивали зарплаты, пенсии и различные пособия. У нас есть звонок в нашу студию. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, а... Меня на данный момент беспокоит, что у нас не развивается производство и сельское хозяйство. Что нет достойных мест для людей, чтобы они получали достойную зарплату. Ну, достойных рабочих мест, чтобы люди получали достойную зарплату. Также у меня еще не устраивает режим черного неба. Да он всех не устраивает, но... Да. Я вот 21 год проработала на заводе, кем-волокно, но мне кажется, я так... Это небо было чистое, хотя и завод такой у нас был. Нам вредно производство, молоко давали за это. Так я думаю, люди, в режим черного неба, пейте побольше молока, может быть, легче будет. Вот большой вопрос, насколько это спасает от неблагоприятных факторов. Ну что ж, спасибо в любом случае за совет. И еще один телезритель есть на связи в нашей студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь насчет пенсии, это насчет преступности, всего вопрос был. Так вот, у нас, если не будет экономика, выведена из-под опеки доллара, и все эти ресурсы, ресурсы земные, то есть природные ресурсы, не будут вывозиться за границу, и мы не поднимем промышленность, мы не поднимем сельское хозяйство, которым мы сейчас фактически ни тем, ни тем не занимаемся, вот как было при Советском Союзе. Ну вы вот сейчас фактически уже говорите о деприватизации. А в том числе сразу же. Прекратится выплата пенсий, как в 90-х годах, прекратится, вспыхнет преступность, это не будет денег, вырастет преступность. Ну и так же у нас безработица будет расти. Пока мы вот это вот не решим, мы ничего не сделаем. Надо свою промышленность поднять и отвязаться от доллара. Вот и все. Весь вопрос. Спасибо вам за этот звонок. И у нас, если я не ошибаюсь, есть еще один зритель на связи. К сожалению, сорвался звонок. Сейчас полторы минуты полезной информации. Напомню, нам нужно звонить по телефону 265-45-00 и присылать смс-сообщение на номер 90-20, вначале, сделав пометку ТВК, затем пробил и ваш текст. Мы продолжаем выслушивать мнение наших зрителей о наболевшем. Есть еще один звонок в студию. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина Семеновна. Валентина Семеновна, вас что больше всего волнует? Больше всего меня волнует. Этот месяц мне пенсии, тысячу мне дали субсидии. Я инвалид второй группы. Мне 73 года. И мне обидно то, что обидно. Копейки получаем и те убирают. У дедушки 300 рублей убрали, у меня 1000 рублей убрали. Ну что это такое? А нам ведь пенсию не добавляют. Надо и за квартиру заплатить, надо и за свет, надо и за все платить. И платим-то ведь мы регулярно. К вопросу о пенсиях у нас есть по этому поводу, кстати, СМС-сообщение по поводу пенсии инвалидов. В интернете кричат о федеральном законе номер 400 от 28 декабря 2013 года о повышении пенсии. Или это шутка? Ну вот спасибо вам тоже за этот сигнал. Еще один звонок. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Леонид Михайлович меня зовут. Леонид Михайлович, слушаем вас. Тут в основном частное говорили в отношении каждого к себе. Я говорю в общем, что стабильность, порядок, социальная защита будет тогда, когда народ будет видеть, что чиновники, депутаты, правительство, президент заинтересованы, действительно заинтересованы в этом. Они занимаются славоблудием. Когда золотые парашюты, когда огромнейшие зарплаты, когда Чубайс выступает, говорит о том, что он не знает, куда деньги девать. Вот никакой кризис здорово не влияет так, как народ видит отношение власти к народу. Спасибо большое. Но вот пока никто не может придумать, как же этих людей по-настоящему замотивировать. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас как? Вы знаете, Тарасия Николаевна, мне кажется, в основе всего должна лежать свобода слова. Если мы все будем молчать тряпочку и делать вид, что у нас все прекрасно, у нас не будет ни пенсии, ни работы, ни зарплаты, ни зарплаты и всего далее по списку. То есть вы считаете, что нужно почаще нам говорить о своих требованиях? Как-то с людьми разговаривая. О требованиях. На какие-то вопросы. Хорошо, а вы, а вы это делаете? Люди каналы вообще молчат. А вы, вот как гражданин России, вы каким образом свое выражаете? Ну вот в частности, я вижу, позвонили к нам в эфир. А что еще вы сделали лично? Я отработала 43 года от звонка до звонка. Честно платила все налоги. Ну я просто спрашивала про свободу слова, о чем вы говорили. Ну что жила? С большим трудом живу на свою пенсию. Ясно. Ладно, спасибо большое. Еще один звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Галина Михайловна. А меня знаете, что волнует? Раньше мы работали, получали небольшую зарплату. И все, с нас высчитывали налоги, без всяких проблем. И мы об этом даже как-то не задумывались, платили и платили. А в данный момент молодежь устраивается на работу, их оформляет. Как не оформляя, устраивает на работу, они работают. Поработают, поработают. Испытательный срок денег не платят. И вообще ничего не платят в итоге получается. Ни зарплат, ни числений в налоговых нет. И все, получается, мы от того, чего шли, к тому же и перешли. Спасибо большое. Завоевывали, завоевывали, и ничего опять не взяли. Но я хочу напомнить, безусловно, такие факты существуют. И в новостях ТВК не раз были сюжеты на эту тему. Но вот, к сожалению, видимо, новые факты какие-то выявляются. Еще один звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вам вечер. Меня зовут Нина Петровна. Я бы хотела объединить все ваши четыре вопроса. Они просто немножко некорректны, мне кажется. Потому что в один единственный входят эти все. Это порядок в стране. Туда входят и пенсии, и зарплаты, и борьба с преступностью, и социальные гарантии, и мирный покой, и чистое небо, и свобода слова. Ну все, 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 не перечислить просто. Вот один вопрос. Он должен быть порядок в стране. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Лариса. И у меня вот такое личное наблюдение, с которым согласится, наверное, большинство, не только красноярцев, но и россиян. Любой вопрос, любое начинание, любая проблема у нас в стране забалтывается, закрывается красивыми фразами при нулевом действии. И это касается практически всего. Но куда бы мы ни бы оглянулись. Что производство, что налоги, что зарплаты, что пенсии, что детки в садик, что экология. Хотелось бы пожелать нашим чиновникам пересмотреть свой лексикон и все-таки говорить поменьше, а делать побольше. Спасибо большое. И у нас заканчивается практически время эфира. Есть самосообщение тоже на эту тему. И все, опять же, пишут о порядке в стране. В самом широком понимании этого слова. Реальная борьба с коррупцией, эффективное экономическое прогнозирование, управление страной, сменяемость власти, внятная миграционная политика, реальные реформы медицины, образование, контроль соотношения зарплат в этих сферах. То, чего ждем от президента лет 10. Я бы сказала, конечно, больше. Но, в общем-то, здесь перечислено все. Это краткое резюме того, о чем говорили сегодня наши зрители. К этому часу все новости подготовлены. Служба информации и телекомпании ТВК. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин